В Тимянской области ожидают молочный бум. Региональная программа 5+, перестала быть пилотной. В этом году ее географию расширили 7 районов, теперь их в списке 10. Отмечу, участниками могут быть только те владельцы небольших хозяйств, которые пройдут обучение в школе животноводства. Подробнее Инна Михайловская. Кормление закончено, настало время поить животных. Вода обязательно теплая. Главное условие, когда на улице мороз. На ферме в селе Архангельском 20 нетелей. Это хозяйство появилось по региональной программе 5+, осенью прошлого года. Высокопродуктивных животных через кооператив приобрели для ЛПХ. Владелец не платил ни копейки. Средства выделило крупное молочное предприятие плюс областная субсидия. Рассчитываться будут молоком. Через месяц начнется отел. На возоудаление поставили новую систему паения. В феврале мы думаем тут поставить, оборудовать молокопровод для отдаения этих нетелей. Одно из условий программы это то, что животные должны содержаться отдельно от других крупнорогатых. Выход находят следующий. Либо строят отдельные помещения, зачастую в деревянном исполнении, либо адаптируют уже готовые фермы. 5+, стартовало в прошлом году. В Исецком районе два участника. По программе завезли 50 голов породистых нетелей. Сейчас нители как бы уже адаптировались, все, прошли карантин. На сегодняшний день уже начался отел участие нителей. В этом году планируется один участник пока что, но там еще заявки будут дальше. И в мере заявок будем работать по этой программе. Упоровский, Вагайский и Сецкий три пилотных района, где эту программу, как говорится, обкатали. И успешно. Рост производства молока частного сектора в трех районах, где в этом году мы эту программу запустили, составляет порядка 30%. В 2017 году перечень муниципалитетов, которые у нас включатся в эту программу, и оздоровление, и поставок наших сельскохозяйственных животных мы увеличим. В этом году число районов участников увеличится до 10. В небольшие хозяйства области поставят 1700 высокопродуктивных животных. Инна Михайловская, Павел Михайловский. Тюменское время.